Добрый день! В преддверии Рошана несколько коротких, но важных концептуальных мыслей, которые помогут нам, Лиз Кот Бадин, заслужить лучший приговор на небесном суде. Итак, Равшах научил нас одной идеей в своем завещании, что даже одна мысль мусари, которая меняет наше мировоззрение, которая меняет, исправляет нас, это уже влияет. Поэтому несколько вот этих вот коротких мыслей, таких емких, для того, чтобы нам была помощь перед Рошашана. Итак, Рошана страшный суд, да? Это не великий суд, который будет в конце дней, но это суд, который приводит человека в состояние пахот, страха перед судом, естественное состояние, чтобы человек боялся суда. Его сейчас судят. От этого зависит его будущее. От своего Роша Шива я слышал такой вопрос. Как может быть? В Геморре написано, что даже Раби Йохан бен Закай перед смертью боялся суда, как он представлен перед Всевышним. Даже он говорил, что он не знает, заслужил ли он быть оправданным перед Всевышним. Задал ему вопрос Роша Шива, как может быть, а как же, как мы? У нас хоть есть какой-то шанс, мы что, больше Раби Йохан бен Закай, про которого написано, что он знал всю Тору от А до Я? Очевидно, что нет. Роша Шива сказал так. Раби Йохан бен Закай говорил о суде после смерти. Суд после смерти – это уже итог. Всевышний послал тебя в этот мир для того, чтобы ты сделал какую-то миссию. Ты ее выполнил или нет, пока ты не перестанешь перед Всевышним, ты не можешь знать, на сколько процентов ты выполнил то, что на тебя возложено. Суд в Роша Шива совершенно другой его смысл. Насколько ты сейчас находишься в правильном направлении, и правильный ли у тебя вектор развития – это Роша Шива. И поэтому в Роша Шива, в зависимости от того, насколько ты держишь правильный вектор, тебе дадут либо дополнительные средства, либо тебе дадут ограничители, которые тебя вернут в то направление, в которое ты должен пойти. Понятно? Поэтому в Роша Шива – основная идея по сравнению со съемки Пуром, например, нельзя, говоря, что в Роша Шива нельзя упоминать грехи. Почему? Роша Шива – это день воцарения Всевышнего, день, когда Всевышний заново воцаряется на престол, и ты находишься на коронации, не упоминаются там грехи. Ну, хорошо, но Роша Шива – это же один из десяти дней раскаяния. Значит, часть раскаяния – это десять дней. Значит, часть раскаяния в Роша Шива тоже происходит. Это один из десяти дней. Какая же часть? Так вот, раскаяние всегда происходит с чего? Начинается с чего? С Каббала Леатид. Я в будущем буду вести себя лучше. Понимаете? В раскаянии есть три составляющих. Это раскаяние непосредственно сожаления о содеянном, ввиду признания и выбрасывания из себя этого греха. Не исповедь, не люблю слово «исповедь», потому что это исподняя кому-то, ввиду изменят исподние кому-то. Я ввиду это, значит, выкинуть от себя. Своими словами ты выкидываешься от тебя, когда ты упоминаешь этот грех, признаешь его, что ты его делал, понимаешь, что это грех, сожалеешь об этом. И самая важная вещь – это Каббала Леатид. В будущем я этого делать не буду. И Рошана – это вот эта ее часть. Прежде всего Каббала Леатид. Прежде всего ты в будущем этого делать не будешь. Я в будущем другой человек. Я сейчас с этого момента другой человек. Я нахожусь в месте инаугурации короля, царя. Я сейчас совершенно по-другому себя веду. Я другой человек. Все, это уже основная часть шувы сделана. И поэтому, что в этот момент происходит. Раз я решил, что я другой человек, значит, я поменял свой вектор. Значит, я уже вернулся в то направление, к которому я должен был идти. Не нужны мне ограничители, которые меня вернут на правильные пути. Я уже с него сам встал. И поэтому, шана ту ва, есть у меня больший гораздо шанс заслужить новый, хороший, добрый год. Почему? Потому что Всевышний хочет, чтобы мы преуспевали на этом пути. И поэтому все те средства, которые помогут нам преуспевать, он нам их даст. А когда у нас происходят какие-то неудачи, это не всегда. Мы не можем всегда в стопроцентных случаях это сказать. Но это, как правило, ограничители, которые хотят нас вернуть. Хочешь пойти туда, тебе ставят здесь заслонку. Хочешь пойти сюда, ставят здесь заслонку, чтобы ты выбрал тот путь, к которому ты должен да пойти. Так если человек уже сам выбрал этот путь, Всевышний нет необходимости ставить нам заслонку. Это первая мысль. Вторая мысль, да? Страх перед судом. Нам очень страшно, да? Очень страшно. Мы не знаем, у кого просить спасения. Так вот, есть такая фраза. Мимха и леха и враг. От тебя к тебе убегу. Нет, никто не может нас спасти, кроме самого Всевышнего. И страшный суд Всевышнего с одной стороны, а с другой стороны, Всевышний, милосердный, мы бежим только к нему. Вот это царь Давид говорил. Мимха и леха и враг. От тебя к тебе убегу. И поэтому это тоже нужно кричать. Раф Пинкус пишет в своей книге, что нужно кричать «Ацилу, спаси меня Всевышнему». В молитве, да? Это мы сказали «Чува», это мы сказали в первое раскаяние. «Тфиля», сейчас мы говорим про молитву Всевышнему. Вот «Цдака» нужно дать какие-то средства, которые вам возможны. «Летцдака», «Чува», «Тфиля», «Цдака», «Раскаяние», возвращение ко Всевышнему. Молитва «Цдака», «Маавериметру Акзера», они убирают нехороший приговор. Вот это, собственно говоря, те мысли, которые мы хотели сказать. Еще одна мысль, о которой говорил Робис Роя Салантер, он говорил, что сам страх перед судом – это причина, по которому человек заслуживает быть оправданным на суде. Человек понимает, что он боится Всевышнего, богобоязненности. это причина того, что человек заслуживает быть оправданным на небесном суде. Так желаем всем «Шанату ваумитука» доброго и сладкого года, «Ктива вахатима тува» хорошей и доброй записи и печати, чтобы у всех наших зрителей, слушателей, был хороший, добрый год, гематрия которого «Мазаль». «Мазаль», «Тавшин айн зайн», «Мазаль». Мы желаем всем хорошего. «Мазаль туф». Спасибо большое.